Московский ЦСКА продолжает обыгрывать Грозненский Ахмат. Вот действительно удивительная история. С одной стороны, чеченская команда является настоящей грозой для авторитетов. Они готовы дать бой кому угодно. Они могут обыграть кого угодно, но это правило не действует на ЦСКА. Армейский клуб уже седьмой раз подряд обыгрывает Грозненскую команду. Причем хотелось бы отметить, что все эти матчи, они прошли, так скажем, в одну калитку. И было очевидно, что ЦСКА намного сильнее. Ну, может быть уже какой-то комплекс выработался у команды Талалаева перед московским армейским клубом. Ну и давайте разберемся, как прошла очередная встреча ЦСКА и Ахмата, за счет чего армейцы добились победы и какие выводы можно сделать из этой игры. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наши спонсоры из компании Балтбет проводят специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет и ведете промокод, указанный также в описании к этому ролику, то получите три бесплатные ставки на сайте Балтбет. Проходите по ссылке в описании и знакомьтесь с условиями этой акции. И вы можете заработать до 15 тысяч рублей на этих бесплатных ставках, не рискуя ни одной своей копейкой. Вот такие вот дела. Ну а теперь мы переходим к матчу ЦСКА-Ахмат. И, конечно же, разберемся со стартовыми составами. Если говорить об армейцах, то их обойма выглядела, ну, скажем так, нестандартно. И здесь две основные причины. Во-первых, большое количество травм. Нету Акинфеева, нет целого ряда футболистов обороны. Набабкина, того же самого Фукса, Дивеева. Нету многих футболистов центральной зоны полузащиты. Обликова, Дзагоева, Бохинина. Поэтому здесь приходится как-то, вот знаете, изгаляться Гончаренко и искать какие-то новые варианты. Ну и в результате на воротах, понятное дело, Памазун. Сейчас номер один ЦСКА, пока все остальные болеют в обороне. Васин, при появлении которого, конечно, все фанаты ЦСКА перекрестились. Не дай бог снова привезет или ошибется. Рядом с ним Магнусом, справа Марио Фернандес. А вот слева, внимание, Зайнудинов. Мещенников, который остался на скамейке запасных, а Баха Зайнудинов. Более атакующий, мне кажется, вариант для левой бровки. В центре поля Ахметов и здесь же Мрадешвили. Ближе к атаке Влашич под нападением, так скажем, Рандон на острие. И, внимание, на флангах появился Эджуки и Кучаев. Кучаев впервые после травмы появляется в стартовом составе. Ранее он выходил со скамейки запасных только в предыдущем туре РПЛ. Ну и Эджуки, так скажем, занял нишу, освобожденную Зайнудиновым, который перебрался в оборону из атакующей группы. То есть ЦСКА делал ставку на вот эти вот активные крылья, на то, чтобы Зайнудинов и Эджуки создавали напряжение слева, а Майо Фернандес справа. Что ж, вот такая ставка. И в каком-то смысле соперник смог предугадать этот маневр, эту ставку на активные крылья атаки. Потому что посмотрите на состав грозненцев. Кто здесь появился на флангах полузащиты? Быстров и Хаин. То есть, в отличие от других расстановок и других матчей, здесь на флангах в атакующей группе появились оборонительные футболисты. Как бы странно это ни звучало. Потому что, да, формально Быстров это правый крайний, Хаин это левый крайний. То есть, они должны идти вперед, они должны создавать опасные моменты, навешивать, нагружать и так далее. Но мы помним, что по ходу своей карьеры, тот же самый Хаин, вышедший слева в полузащите, очень часто оказывался то левым защитником, то центральным защитником, то опорным хавбеком. То есть, этот футболист, он как бы отправлен в атаку, но мы прекрасно знаем, что он умеет защищаться. Ну а Быстров на правом фланге здесь все еще очевиднее. Этот человек в текущем сезоне, выступая за охват, большую часть своих матчей провел в обороне, а не в полузащите. То есть, это тоже ставка на защитный вариант. На игрока, который действует, так скажем, номинально в атаке, будет много помогать в обороне. Ну и плюс, собственно, крайние защитники, Богосавыц и Нинахов здесь же. То есть, создается двойной оборонительный заслон и слева, и справа. Плюс плотная опорная зона в лице Швеца, и здесь же Исмы. Ну и в атаке, обратите внимание, мы привыкли, что Ахмат использует двух чистых центрфорвардов сразу, Милкадзе и Ильина. А здесь остался только Милкадзе, Ильин был переведен в резерв. То есть, Аллаев изначально выстраивался под оборону. Ну и поначалу, кстати, Ахмат действовал очень неплохо в плане защиты. Плотно, жестко, атлетично. Они не позволяли раскрыться фланговым игрокам ЦСКА, потому что на бровках, как я уже сказал, были созданы вот эти мощные защитные группы. В опорной зоне также все было очень плотно. Ну и что самое главное, ЦСКА, который все-таки далек от оптимальных кондиций, действовал очень медлительно, очень тягуче. И в результате команда за стартовые 20 минут нанесла всего два удара по воротам соперника. То есть, раз в 10 минут это очень низкий показатель интенсивности для ЦСКА. Ну и один удар за первые 20 минут нанес Ахмат, зато это был по-настоящему опасный удар. И здесь Милкадзе, Спартаковец, черт возьми, арендованный у красно-белых, не попал по воротам ЦСКА с 5 метров. Вы знаете, в Спартаке такое могут и не простить, когда он вернется из аренды. Ну и в результате игра шла в таком тягучем стиле. ЦСКА, если и включался в игру с какими-то скоростями и с какой-то изюминкой, это только в те моменты, когда Влашич брал игру на себя. То сам протащит мяч и ударит достаточно опасно. Рядом со штангой мяч проходит. То сыграет на партнера и отдаст, например, хорошую передачу на Ахметова, который, находясь в центре штрафного соперника, ударит в ногу оппоненту, игроку Ахмата. То есть, если бы не Влашич, здесь опасности бы, наверное, вообще не было. И ЦСКА столкнулся с очень частой своей проблемой, когда они, действуя первым номером, владея мячом в достаточно серьезном проценте от игрового времени, не могли создать нужного количества опасных ситуаций. Но здесь, как мне кажется, с Ахматом сыграла злую шутку их ставка на жесткий футбол. Потому что в одном из эпизодов Береша влетел в Майо Фернандеса, мог, кстати, получить красную карточку в этой ситуации, арбитр пожалел, а вот ЦСКА жалеть соперника за подобную наглость не стал. И вот армейцы тут-то и завелись. И тут включилась и скорость, и подвижность, и какая-то вариативность появилась. Футболисты начали меняться позициями, футболисты начали много перемещаться по полю. Кучаев, Эджуки, Влашич. Вот началось вот это бровновское движение, такое вот бессистемное, казалось бы, но очень-очень отлаженное с точки зрения игры ЦСКА. Потому что все понимали, кто куда перемещается, кто куда смещается и так далее. Ну и Рандон впереди завелся, и он стал центральной фигурой, ну, возможно, все игры вообще как таковой. Но в концовке первого тайма Соломон был действительно вот прям ключевым исполнителем для ЦСКА. И этот момент мне хотелось бы отметить отдельно, что именно здесь Венесуэлец по-настоящему показал себя и доказал, что он, ну, как минимум, эффективнее Гарича. А по факту он может стать одним из решающих таких факторов для ЦСКА во второй части сезона. Отличное подписание. Мне кажется, Рандон может существенно усилить ЦСКА. Но возвращаясь к теме разговора, к первому тайму матча ЦСКА Ахмат, здесь в концовке Рандон стал достаточно активно перемещаться по полю, стал хорошо открываться под передачи. На него эти самые передачи пошли. И вот, пожалуйста, сперва он попадает в штангу, потом, после того, как Марио Фернандо заработал пенальти, здесь Рандон исполняет 11-метровый. И Влашич после неудачных пенальти решил перенаправить вот эти обязанности по исполнению 11-метровых на другого футболиста. И вот, пожалуйста, 1-0. При том, что хотелось бы отметить, что в целом игра отошла по удобному сценарию для Ахмата, но дальше ЦСКА завелся. И в результате Талалаев, понимая, что нужно что-то менять, решил звинтить темп игры своей команды и решил выпустить атакующих футболистов. Вместо быстрого, вот этого сдерживающего крайнего хавбека, он выпустил более атакующего поляруса. И главное, вновь Ахмат вернулся к схеме с двумя нападающими, появился на поле Ильин вместе с Милкадзе. Но, как мне кажется, все это сыграло злую шутку с Ахматом. Они, так скажем, ослабив оборонительную хватку, позволили ЦСКА еще больше раскрыться в атаке. И как итог, если в первом тайме стартовые 20 минут увенчались статистикой 2-1 по ударам в пользу армейцев, то во втором тайме за стартовые 20 минут ЦСКА нанес уже 5 ударов против нуля у соперников. То есть, если сравнивать старт первого тайма и старт второго, это просто два разных ЦСКА. И при этом армейцы еще и владели каким-то доминирующим процентом контроля снаряда. Если мы смотрим стартовые 20 минут второго тайма, здесь 60 на 40 практически. А если мы вспоминаем первый тайм, то там было 55 на 45. То есть, игра уже полностью перешла под контроль московского ЦСКА. И они начали создавать один момент за другим. Ну и в результате на старте второго тайма они забили второй свой мяч, который фактически уже поставил крест на всех перспективах Ахмата. Навес Майо Фернандеса. Снова все начинается с его, так скажем, кроссов и диагоналей. Здесь цепляется за мяч дальше Рандон, делает скидочку на Влашича. И тот первым же касанием потрясающий Галешник получить распишитесь 2-0. Ну и по факту после этого уже стало понятно, что шансов у Ахмата практически нет. С 2-0 против такого ЦСКА отыграться это практически нерешаемая задача. Оставшаяся часть встречи превратилась по факту в чистую формальность. ЦСКА вполне себе ожидаемо немного отдал снаряд сопернику. И если мы посмотрим концовку встречи, здесь процент владения был 48 на 52 в пользу грозненцев. Ну по ударам-то посмотрите. 7-2 в пользу армейцев. Поэтому здесь скорее ЦСКА был близок к тому, чтобы забить третий мяч в контратаке. И довести счет до разгромного, нежели грозненцы были близки к тому, чтобы спасти эту встречу. Там Зайнудинов с Влашичем выходили в опаснейший контрат. Выпад и Хорват немножко, как мне кажется, пожадничал. Были другие эпизоды. Ну а Ахмату просто не хватило сил в концовке, чтобы навязать хоть какую-то борьбу. Да и скамейка запасных у них все-таки не самая мощная. Адуев, Садулаев, Янку – это, наверное, не те футболисты, которые способны переломить ход подобной встречи. Победа ЦСКА 2-0. Таким образом они добиваются седьмой сухой победы над Грозным подряд. 7 матчей уже Ахмат не может даже забить ЦСКА. Ну и ЦСКА приближается к Зениту, который сейчас все еще идет на первом месте.